Чиновника приговорили к двум годам колонии за хищение более 6 миллионов тенге в Павлодаре. На скамье подсудимых оказался исполняющий обязанности директора Казахстана Су Жолдары. Примечательно, что пост главы он занял после того, как предшественника задержали за присвоение бюджетных денег. В материалах дела указано, исполняющий обязанности директора распорядился составить фиктивные договора на закуп запчастей для предприятия Казахстан Су Жолдары. Более 6 миллионов тенге перевели и обналичили. В итоге глава ведомства деньги забрал себе. Чтобы скрыть преступление, сделал еще и акты списания тех самых товаров, которые и не были поставлены. В итоге мужчина оказался на скамье подсудимых. Приговором он признан виновным по статье присвоения, то есть хищения чужого имущества, совершенного в крупном размере лицом уполномоченного выполнения государственных функций и назначено ему наказание в виде лишения свободы сроком на два года. Отбывать наказание отправили в колонию поселения. Работать на госслужбе запретили пожизненно. Стоит отметить, предшественника директора Казахстан Су Жолдары ранее также осудили на три года за растрату. Предыдущий глава по той же схеме в течение года похитил более 19 миллионов тенге. Артем Клеван, Максим Носков, телекомпания Ирбис.